Радио Ярселя Ирина Григорьевна, здравствуйте Добрый день Ирина Григорьевна, собственно, на самом деле очень интересно, что же нас ждет в Новый год, естественно, перед ним, ну и после него Какие будут мероприятия, что будет в онлайне, что будет вживую, об этом с вами и поговорим В принципе, давайте о мероприятиях Какие мероприятия нас ждут в общих чертах? В ближайшее время самое уже традиционное мероприятие Это гастрономический фестиваль, конкурс «Ямальская астраганина» И в этом году принято решение проводить фестиваль в полу-онлайн формате В полу-онлайн В полу-онлайн, потому что программа у нас всегда была насыщенная И есть мероприятия в программе, которые будут проходить на площади у нас в Ярселе И при этом это все будет транслироваться в интернете И есть мероприятия, которые полностью будут проходить в онлайн формате Это новогодняя наша ярмарка И открытие своего рода нашего фестиваля на площади пройдет Ну, давайте тогда немножко чуть поподробнее о «Страганине» Вы говорите, что она будет частично онлайн, частично вживом Я так понимаю, онлайн это будут мастер-классы какие-то Что еще перекочует в онлайн формат? Ну, у нас эксперты, приглашенные эксперты, они не приедут У нас все, получается, будет, все на местах будет проходить И мастер-классы, которые эксперты покажут нам Свои кулинарные, можно так сказать, изыски из продуктов наших северных И рыбы из оленины, из ягоды, которые у нас здесь представлены Они будут показывать прям со своих кухонь И при этом, что немаловажно, у нас другие эксперты будут включаться в процессы Задавать вопросы А еще очень интересно, на мой взгляд, будет то, что в процессе мастер-класса Зрители смогут задавать вопросы также экспертам И эксперт также может отвечать Для самих экспертов это ново, для некоторых Есть эксперты, вот Сергей Кузнецов Он уже и к нам приезжал, и он ведущий был в прошлом году И в этом году мы его попросили быть ведущим и экспертом И он также покажет свой рецепт и расскажет про него Да, для него это не новое, а для других экспертов Это именно живой такой мастер-класс Это в новинку Причем, мне так кажется, даже самим экспертам очень интересно Именно попробовать вот с такой обратной связью Со зрителями, с другими экспертами Я думаю, будет очень интересно Ну, в принципе, на прошлом фестивале я позволил себе быть в отпуске Поэтому не знаю тонкости того, как он проходил Но тот же самый конкурс Он же опять будет на лучшую строганину, скажем так Он как, также будет проходить онлайн? То есть участники также будут из дома делать все эти блюда? Или они уже где-то соберутся в одном месте? Ну, мы его называем чемпионатом И мы его провели в этом году Уже отборочный этап прошел Много заявок поступило И были заявки из других регионов Но в этом году, отмечу, уже больше участников С территории Янау было И они присылали свои видео Эксперты отсматривали И 10 финалистов у нас были отобраны К сожалению, качество интернета у нас в поселениях И на территории Янау Оно очень сильно отличается Разное И чтобы у нас все были участники Были в равных условиях Было принято решение все-таки Чтобы участники записали видео Как они строгают Рассказали там, да Как-то презентовали И уже эксперты В онлайн формате Здесь и сейчас, да Вот у нас в субботу Состоится чемпионат Начнется отсмотр этих видео В 17-м году И эксперты будут уже обсуждать Просматривать эти видео Обсуждать, комментировать И при этом Сами зрители тоже могут Какие-то определенные комментарии Процессы дегустации Мы будем лишены, к сожалению К сожалению, да Но у нас будет процесс дегустации Решили на самого Нет, у нас будет процесс дегустации К сожалению, только для ерсалинсов Вот, у нас в субботу в программу Включено мероприятие на площади Мастер-класс У нас наш председатель Экспортного жюри Хотяка Мейкович Будет рассказывать Про всей тонкости И помощники будут показывать Как правильно Как делать это И при этом Зрители Участники Ну, ерсалинцы Кто придет на площадь В 12-30 Они смогут попробовать Непосредственно На строганину Из рыбы и мяса Помимо дегустации Строганины Из рыбы и мяса Можно будет еще так же Продегустировать Из соуса Фирменный соус Рецепты которых Эксперты Расскажут и покажут Когда они будут Мастер-классы В пятницу проводить А уже на площади Ерсалинцы Смогут продегустировать Эти соусы Вместе со строганином Вот такие вот Легкие Штришки Мы добавили В наш фестиваль Ну, на самом деле Да, интересно Будет посмотреть Как это будет Ну, реализовано Действительно в целом Ну, потому что В принципе, мне кажется Задумка сложная Половина онлайн Половина оффлайн Ну, и вот Вся вот эта вот смесь Реально интересно Посмотреть Как вот это будет Выглядеть уже Как Ну, в качестве Готового продукта В прошлом году Опять же Частью Фестиваля Строганины Стал Бал Что с ним будет В этом году Куда он делся Ну, к сожалению Запрещены Массовые мероприятия В закрытых помещениях Мы долго С командой Обсуждали Как же лучше сделать Потому что Это, конечно Было Ну, не ключевое Событие Но оно Событие такое Вот уже Оно было все равно Красочное Интересное Красочное Плюс у нас Очень много Участников Это, по сути дела Было Мероприятие Такое Очень Значимое Да И для самих Участников И знаю Что многие Уже в прошлом году В декабре Уже планировали И записывались На следующий год Да, уже репетиции В прошлом году В это время Репетиции шли полноходом Да Но Принято решение Отказаться Отменить это мероприятие Потому что Ну, на улице Мы не смогли бы провести И Ну, и смысл Людей Ну, да Бал В пуховикаху В пуховикаху Не настолько красив Поэтому К сожалению Ну, вот В следующем году Будет Я думаю Что еще более Масочно А не было Также в задумках Ну, не знаю Как-то записать Его просто Показать вот онлайн Ну, как вот К примеру На тот же самый День народного единства Да, был фильм А здесь вот так же Взять, записать И показать бал А, к сожалению Это было бы Все равно Массовое мероприятие Потому что У нас Больше 50 человек Участвовало бы В этом мероприятии А отказывать И выбирать Да, ну Отказывать людям Говорить, что Ну, вот У нас ограничено количество Ну, да Согласен Мне кажется Это вызвать негатив И просто Человека Отодвинуть И на следующий год Вы опять же Говорили про Ярмарку Да Давайте Немножко Тоже поговорим О ней Ну, опять же В классическом понимании Понятно Что это будет ярмарк То есть Будут торговые палатки Но вы, конечно К этому не относитесь Какая часть Организована вами Этой ярмарки Ну Я бы не говорила Что мы не относимся У нас большая команда И все Мы с коллегами Постоянно обсуждаем Как будет Какая расстановка У нас работа Командная И фестиваль Мальская строганина Там очень много Задействовано людей Структур Да И Поэтому Здесь мы С коллегами Из торговли Можно так сказать Прям тесно Взаимодействуем С сельской администрацией Да Когда вот Ледовый даже городок Сейчас строят Мы это тоже Обсуждаем Тоже смотрим Как лучше нам Это все разместить И ярмарка Она у нас Это Нано традиционное Ключевое событие Вообще Вот Новогодних Начало всех Новогодних праздниц Можно сказать Оно открывает Новые годы Да И вот в прошлом году Ярмарка Ну Она так Открытием Послужила Нашего фестиваля По сути дела И Сейчас это тоже Будет Так же И Ярмарку Будут Транслировать Тоже Онлайн Я Ну вот Хотела заметить Что Да Мы вот Частично Но по сути дела У нас Все будет Транслироваться Онлайн И Любой Житель Там С любой Точки Мира Может Посмотреть Как будто Побывать У нас На ярмарке На открытие Да На дегустации На мастер-классе Когда будет В субботу Вот Но В этом году Мы по-другому Немножко Да Ну Приукрасили Хотим Приукрасить Ярмарку У нас будет Съезд Дедов Морозов У нас будет Не только один Главный Дед Мороз Снегурочка Как традиционно Их будет много Их будет много Они будут разные Очень будет интересно Я не буду раскрывать Всех секретов Приходите на площадь Смотрите Голосуйте Онлайн Можно смотреть Даже голосование будет Ну Вот Там Да Ну конечно Главный Дед Мороз Решение будет принимать Это будет Ярмарка Первый выбор Ну нет Это Будет На конкурсной основе Ну потому что Людям все равно Какой-то Задор Интерес Больше проявить Поэтому мы Такой На конкурсной основе Это делаем Но Мне кажется Это не важно Важно Что Люди Откликаются И это будут Простые жители Которые захотели Поучаствовать В этом Да И Вот Просто Порадовать Всех Всех Нас Вы сказали Что у вас планируется Несколько конкурсов Вот по поводу украшений Окон Дворов Вот Что это за конкурсы Вот О них Какие-нибудь Подробности Ну Уже объявлены И В социальных сетях Уже вся информация Есть Мы Так как Новый год Семей Не праздник Мы вышли с инициативой Чтобы Семьи Жители Оформили Свои окна Оформили Свои подъезды Возможно Сделали Какие-то из снега Фигуры Возле своих домов Оформили Свои Квартиры Дома Сфотографировали Выложили Как уже Для нас В этом году Стало традиционно Можно сказать Выложили В соцсетях Поделились Своими Своим искусством Можно так сказать В соцсетях И Уже Будут оценивать Сами же Жители Поэтому Вот Такие акции Мы запустили Это получается Из разряда Создадим Новогоднее настроение Вместе Да И самое важное Что в каждом Поселении Не будет Это район В каждом поселении Будут Свои Свои Лучшие Выбранные От выбранных То есть Не только Один А в каждых Номинациях Насколько я понимаю Да Поэтому Очень много Будет Сюрпризов Для участников Какие От Деда Мороза Я Ну зачем Я буду говорить Ну да Это же сюрприз Согласен Да Тогда Тогда не будем О них рассказывать А Сами Примите участие В окнах В украшении Двора Да Конечно Мы будем Участвовать И У меня сын Уже Думает Как Разукрасить Окна Уже Говорит Мама Давай Вот Но Надо выбрать Время Обязательно Ну На этом моменте Давайте Маленькую Рекламную Паузу Возьмем Уважаемые Зрители И слушатели Не переключайтесь Оставайтесь С нами Мы скоро К вам Вернемся Вновь Ирина Григорьевна Продолжим Вот Опять же Прошлый год Немало Важной Частью Праздников Были Спектакли Были Поставлены Два Насколько Я помню Спектакли Причем Очень Интересные Такие Шикарные Просто Вау Один Был детский Второй Для такой Более Старшей Публики Что Будет В этом Году Будет Ли что Подобное Какая То Еще Театрализация Со сцены Да Конечно Новый год Это праздник Сказочный Так и есть И У нас Планируется Готовим Спектакли Конечно Будет Зрителей В два раза Меньше Так как Уграничения К сожалению Да И у нас Будут Они проходить Ближе К концу Декабря И В январе В выходные Праздничные Дни Вот Поэтому Следите За Новостями Наших Рано Рано Следите За новостями Давайте Расскажите Что это Будет За спектакли Нет Это будут Сказки Для Взрослых К сожалению Мы Не будем Проводить А вот Для детей Потому что Ну это По сути дела Праздник По большей части Для Дед Семейный Такой Праздник И Мы Делаем Спектакли Они Как правило Интересные На разные Возрастные Категории И По старше Дети И Помладше Всем Интересно Поэтому Будут Но Он будет Один Или Будет Несколько Разных Нет Это Будет Один Спектакль Праздник 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 Онлайн И Планируем Потом В дальнейшем Показать Это Чтобы Посмотреть Интересно Как это В психе Проходит Спектакль А то Значит Гастрольного Тура По району Не будет В этом году Тоже К сожалению А теперь Давайте Пройдемся По Рождественским Каникулам Во-первых Насколько Я знаю Они Юбилейные В этом году Вообще Они Будут Давайте Начнем С этого Они Будут Да Рождественские Каникулы Будут И Юбилейные Ну Так Маленький Такой Юбилейчик 15 По счету И Вот Так Получилось Что Они У нас Будут Проводиться Не так Как Обычно Мы Не будем Привозить Самых Активных Самых 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 Из поселений В районный Центр А Будут У нас Проходить По сути дела Рождественские Каникулы Во всех Поселениях У нас Будут Группы В каждом Поселке В каждой Школе Вот И Тренеры У нас Онлайн Формате Уже Будут Приглашены Будут Проводить Мероприятия Ну С помощью Тех Педагогов Которые Будут Привлечены Непосредственно Уже На местах У нас Вот такой Будет Микс По сути Дела У нас Ну Мы Посмотрели Опыт Коллег Других Регионов Районов Что Проводится Полностью В онлайн Формате Мероприятия Подобного Рода Что Ребенок Ребенок Просто Сидеть Дома С Телефоном Участвовать В мероприятии Выполнять Задания Но Посчитали Что Лучше Все равно И Когда Я здесь И сейчас Общаюсь Со Своими Своими Сверстниками Да Вот И Поэтому Вот Будут Небольшие Группы В поселках Вот И они Будут Здесь и сейчас Общаться И в то же время И общение Будет Онлайн Поэтому Я думаю Что это Будет Очень интересно И Есть Мы уже Отметили Свои плюсы В этом То что Охват Больше Так у нас Было Порядка Семидесяти Человек Участников Сейчас Уже Больше Ста Человек Вот Поэтому Здесь Мы понимаем Что Интересно Приехать В другой Поселок Да Ну вот И здесь Это не передать Эту всю атмосферу Когда в районный центр Приезжают Ребята С других Поселений Они общаются Между собой Но Здесь Общение Оно останется Только в онлайн Формате Ну в принципе Да Здесь как бы Одни Есть плюсы Которые Перекрываются Какими-то Минусами И наоборот Есть минусы Которые Перекрываются Плюсами Потому что В принципе Да я согласен Есть же дети Которые Хотели бы попасть Но в силу Каких-то обстоятельств Ну вот Нет Не прилетели А здесь В рамках онлайн Ты у себя В поселке Но вот В принципе В целом Со всем районом Ну Это В какой-то В какой-то мере Это круто даже А вообще Какие планируются Мероприятия То есть Вот будут Тренеры Будет онлайн Общение Да Конечно На какие темы Там примерно Будут семинары Можете Вот об этом Рассказать По одному направлению Можем несколько Спикеров Привлечь Поэтому вот Здесь Посмотрим Должно быть Интересно Соревновательный Какой-то момент Будет присутствовать Вообще У нас На рождественских Каникулах Ну Да Присутствовал Соревновательный Момент Но мы Не акцентировали Никогда На этом Потому что Все равно Работали На Команду По команде Произвали Направление Поэтому Такой Стимул Был у ребят Да Но Мы Не акценты На этом Не делаем Это Получается В принципе Довольно таки Новое По крайней мере Для Ярселя Для Ямальского района Вот Микс Такой Онлайн И оффлайн Мероприятий Что вот Вы Поэтому Можете сказать Насколько Это для вас Ново Насколько Это интересно Насколько Это сложно Либо не сложно И Есть ли Здесь Что-то Такое Что можно Взять За практику В будущем Очень интересно Работать Когда Ты В параллели Осваиваешь Что-то Новое И Естественно Мы будем Применять И в дальнейшем И Этот год Позволил Расширить Наши Горизонты Наши Деятельности И Использовать Новые Технологии Да На своей Работе Ну и Посмотреть По-другому Совершенно Можно так Сказать На организацию Проведения Много Возможностей Мы увидели Для себя Много Возможностей Как пример В фестивале Мальской Астрогонии И онлайн И оффлайн И в то же время Все Ну Любой Поучаствует Примет Участие Согласен Вот Поэтому Мы видим Только плюсы Но Вообще Здесь интересно Получается Несмотря Как бы На Какую-то Даже Неграниченность А вроде На меньший Масштаб Охват Все равно Больше Вот здесь Мне кажется Что очень Интересно Вот Вот в этом Миксе Онлайн И оффлайн Формата Согласна У нас Мы уже Заметили Есть И Свои Зрители В онлайн Формате Здесь На самом деле Это Расширяет Как я уже сказала Наши границы Наши возможности А теперь Не о работе Как Какие вообще Вот лично У вас сейчас Настроение Перед Новым годом То есть Все-таки До Нового года Осталось Совсем ничего Буквально Две недели С хвостиком У вас сейчас Подготовка На работе Куча Вот этих Всех Организаций Праздников Мероприятий И так далее И тому подобное У вас Вообще Как вот лично Ваш настрой Новогодний Насколько Ну Заряд Бодрости И Новогоднее Настроение Очень Много Есть Энергии Для того Чтобы Делать Делать Что-то Удивлять Потому что Да Мы работали В течение года Но все равно Новый год Он такой Он другой Он Прям Вот Хочется Что-то делать И удивлять А вообще Вот По поводу всех Мероприятий Акций Вам Нет Нет Ну Когда на улице Естественно Ты И зритель И организатор Ну Когда Мероприятия Такие Не в концертном зале Когда ты Четко Привязан К месту Вот Поэтому Здесь Разные Роли На себе Примеряешь И бывает И участникам Поэтому Очень Интересно Работает Если честно В этом направлении В принципе Фестиваль Майской Строганины Начнется Уже Скоро Скоро Опять же Ярмарка Все Все мероприятия Можете Воспользоваться Моментом И пригласить На все Мероприятия Зрителей Приглашаю всех Принять участие В фестивале Ямальская Строганина Которая пройдет 18 и 19 декабря Очень будет Много Интересного А также Хотелось бы Сказать Что Зрители Активные Зрители Будут Обязательно Отмечены Сувениры А также Хотелось Поздравить всех С наступающим Новым годом Пожелать Удачи В новом году И Особенно Коллегам Пожелать Удачи И успехов В творчестве Ну и поблагодариться За их Такой Можно сказать Нелегкий труд За их Самоотверженность В свою очередь Ирина Григорьевна Вам Вашим коллегам Которые действительно Трудятся Для создания Новогоднего настроения Не только для поселка Но еще и для района Хотелось бы сказать Огромное действительно Спасибо Вы очень большие молодцы За то что Работаете На самом деле Для нас Для всех Пожелать вам Просто неиссякаемых Источников Вдохновения Радости Удачи Творческих успехов Не знаю Говорил Если говорил То еще раз Всего вам На самом деле Наилучшего Спасибо Ну а на этом Наш выпуск Подошел к концу С вами был Василий Крылов И Радио Ярселе До скорой встречи В эфире Радио Ярселе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова